Побывать в роли ученого запросто. Такая возможность представилась ученику 11 класса Андрею Силаеву. Увлекается точными науками, в том числе физикой. Я готовился сам. Я просто нашел сайты, какую-то литературу про этого человека. Также мы посмотрели личные переписки их с другим ученым Курчатовым, чтобы поближе к реальности придумать сценку и ее разыграть на сцене. Идея рождественских чтений зародилась в лицее несколько лет назад. Активисты создали клуб интересных встреч, где работали в разных направлениях. Чтобы думать о процветании страны, наверное, нужно в первую очередь знать ее историю. Знать, чтобы гордиться. А нам есть чем гордиться, к счастью. Фамилии, которые здесь прозвучат, немножечко биографические справки. Это все в честь юбиляров этого года. Шаляпин, Рахманинов, больница наша, Склиф. Это же не просто здание. За этим зданием стоят люди, которые создавали. Вот, собственно, вот этим людям и посвящена наша встреча. Биографические справки, произведения знаменитых писателей и даже музыкальные номера. К заданию школьники подошли творчески. Третьеклассник Иван Савин на сцене не впервые. На этот раз выбрал Маяковского. Читает уверенно. А все потому, что готовился не только на уроках литературы, но и дома. Я читаю Пушкина. Многих, если честно, писателей читаю. Маяковский, Пушкин. И крылов и так далее. В рождественских чтениях приняли участие ученики 6-го лицея и 4-й гимназии. Такие встречи проходят уже в третий раз. Организаторы готовят на следующий год не менее насыщенную программу. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует.